Дальше. Движемся дальше, в следующем блоке могут быть истории про историю. Следующим блоком, который бы мне хотелось вам рассказать, это элементы и механизмы поддержки. Чтобы нам влиять, ну вот мы рассказали прекрасную историю. Нам было трудно, тяжело, мы наконец-то составили эту историю, рассказали, выдохли, поперхнулись, все, выдохнули и говорили, вот там нас ждет светлое будущее. Неплохо, но у человека возникает вопрос, хорошо, мне говорят о том, что я должен быть командой. Я согласен. Я хочу научиться понимать друг друга, я хочу научиться, не знаю, там, строить планы, я хочу научиться достигать их. Научите меня. И здесь возникает вопрос, что мы с вами должны организовать поддержку. Очень важный момент. Здесь у нас тоже впереди будет много слайдов, но я бы хотел вот о чем сказать. Вот смотрите, очень важно всегда понимать, где ты находишься. Зачастую так получается, что в некоторых организациях, в которых я бываю, у них состояние одно транслирует другое, а поведение сотрудников третье. Например, мы все думаем, что мы идем в оперу, а на самом деле внутри компании все происходит, как будто они играют в футбол. Разница между тем, что ты пришел в оперу и покричать гол-гол, ну не пойдет, да, или наоборот, там на футболе кричать, сидеть в тишине, там слушая о том или наблюдая за том, как играют футболисты, тоже тяжело. Поэтому нам четко нужно знать, где мы находимся, что же мы хотим на самом деле. И история, и также механизм поддержки могут нам действительно показать, что мы хотим на самом деле от наших замечательных сотрудников, от наших людей. Единственный способ научиться рассказывать, научиться поддерживать – это практика. Нужно просто делать постоянное дело, нужно двигаться вперед. Например, если мы с вами специалисты в области страхования, музыканты, профессиональные музыканты играют по 4 часа, врачи или художники, или еще кто-то, они постоянно совершенствуют свои навыки, точно так же и нам с вами. В любой профессии необходимо совершенствовать свои навыки, точно так же в отношении именно элементов поддержки. Давайте попытаемся разобраться, что же может быть поддержка. Поддержка – это осознание и применение на практике задач, которые вы хотите, чтобы были достигнуты. Каким образом мы все это будем достигать? Вот я привел такую картинку из циркового номера, где поддержка помогает всем вместе достигнуть нужного результата. Поддержка – это второй рычаг влияния на людей. Очень важно определить, когда мы говорим, что мы хотим на кого-то влиять. Нам нужно понять отношение к этому человеку и нужно понять это отношение к нам. Для этого я вам приготовил потом отдельную табличку, где вы сможете проанализировать. Как вы думаете, что от меня ждет руководитель или сотрудник, или мои коллеги, или в личной жизни, что от меня ждет другая сторона? И что я ожидаю от той стороны? И если эти совпадают у нас ситуации, тогда нам нужно понять. Если не совпадают, нужно понять, над чем работать. В целом никого мотивировать работать не нужно. Мы уже все мотивированы, мы пришли уже на работу в большей степени. Но наша самая главная задача – найти путь от своей мотивации, от своей сердца к сердцу других людей, которые помогут другим людям быть эффективными. Лучшая мотивация – это представление об идеальном рабочем дне. Когда-то нам казалось это невозможно. Помните еще буквально несколько полгода назад о том, чтобы ты сидел где-то на пляже с компьютером, но не было такой возможности, но сейчас это есть. Это было казалось из рамках невозможного. Но мир так изменился, и мы об этом еще поговорили, что это стало возможным. Причем механизмы поддержки – это инструменты нематериальной мотивации, которым цена 0 рублей. Что вы знаете из элементов нематериальной мотивации? Коллеги, давайте просто проведем такой легкий-легкий брейншторм. Самые простые элементы нематериальной мотивации, чтобы поддержать кого-либо, который находится рядом с нами. Похвала. Да. Еще. Похвала, признание. Признание, да. Отлично. Благодарность. Вот все. Видите, простые вещи. Я думаю, что наши сети, они так же нам там пишут, что может быть. Поэтому давайте усиливать там, чем активнее будете включаться в работу, чем больше вы будете писать в нашем чате, тем интереснее будет для вас. Давайте поговорим о некой степени удовлетворенности. Ведь большинство из нас хотят получать удовлетворение от работы. Я вам расскажу такой случай. Американские психологи провели интересный эксперимент. Копировальный аппарат. Когда человек копировал, у него есть там слот маленький, где лежат копеечки, куда нужно бросать. Когда человек бросал туда копеечку, жетончик, и там должна была быть сдача, они специально положили на один доллар больше. Машина выдала. Радости человека, который нашел там случайно какой-то доллар или 50 центов, было колоссальное. Казалось бы, вот мы чего-то ожидаем, а если результат, который мы получаем, ожидаем, превосходит наши ожидания, это равняется удовлетворенности. Одовлетворенность — это ощущение минус ожидания. Поэтому, когда мы стараемся для наших сотрудников сделать что-то или для наших близких, сделать что-то, что они не ожидают, для них это приятно. Казалось бы, не знаю, сейчас у нас осталась больше женская половина, я уверен, что у нас также нас смотрит и мужская половина. Например, приготовить что-то вкусное внезапно, встать чуть пораньше, порадовать своих близких, порадовать себя в конце концов чем-то. Вот эти элементы нашей жизни являются элементами поддержки. Безусловно, все это будет отношение, это признание, это простые слова, как вы правильно заметили, сказали, что вот какими простыми словами можно ободрить человека. Вот утром вы встречаетесь друг с другом, если здесь кто-то из руководителей есть, только вы все коллеги, например, одного примера уровня. Хорошо. Как вы поддерживаете себя утром, когда вы встречаетесь? Хорошего дня, простая вещь. Еще. Прекрасного вечера. Улыбка. Великолепно. Что наша сеть говорит? Коллеги также говорят о том, что можно просто заметить действия сотрудника, доска подчета, грамоты, перспективы роста. Это очень мотивирует. Улыбнуться, поприветствовать. Великолепно. Поблагодарить. Да. Спасибо огромное. Отметить успехи сильной стороны. Спасибо огромное. Да, прекрасно. Все эти простые вещи, которые позволяют нам влиять на людей, поддерживать их, это и есть нематериальная мотивация. Поговорить с человеком. Поговорить с человеком, уделить ему внимание. Ведь что на самом деле хочет каждый из нас? Внимание к себе, да? Быть нужным. Это значит ощущать нужность. Нужность через внимание, которое мы оказываем друг другу. Это либо ваши коллеги. Если мы говорим про профессиональную работу, а если мы говорим о личной жизни, это значит наши близкие. А мы постоянно нуждаемся во внимании. Мы воюем за внимание. Воюем и соревнуемся между детьми, между взрослыми, чтобы нам уделили внимание. В конце концов, в жизни это такая конкуренция за внимание. И еще. В большинстве людей, вот знаете, есть отличный фильм «Статус Бреда», где отец поехал с сыном, он поступает в институт. И вот как-то вечером отец очень переживал от того, что он как-то не очень красиво там что-то сказал в его профессорам. Он говорит, пап, не переживай. 99% людей думают только о себе. Никто не заметил того, что ты что-то сказал. Им важно только они сами и как к ним относятся. Вот видишь, как к тебе. Но на самом деле другим людям, к сожалению, для тебя нет дела. Поэтому если мы сможем подарить немного любви, внимания другим людям, то безусловно с нами будет заметено. Очень важно, особенно это касательно, когда мы говорим о том, что мы хотим двигаться вперед, не просто говорить, но и делать. Когда наши слова расходятся с делами, никто нам уже верить не будет. Помните, как в той замечательной сказке, когда маленький зайчонок звал, говорил, что волк, волк бежит. Ну, один раз прибежали все звери его спасти. Второй раз звери прибежали спасти. А когда волк пришел, уже никто не пришел, потому что слова расходились с делом. Очень важно быть благородными, добрыми в отношении друг к другу. Это простые вещи, простые фундаментальные вещи, которые подсказывают нам. Но когда мы точно знаем, например, как можно поблагодарить нашего сотрудника, мы точно знаем, что, например, кто-то чем-то увлекается, сделать именно то, что ему нужно, точно в цель подарить сюрприз. И тогда радости, как мы говорим, с этой монеткой, которую они нашли в монетоприемнике копировального аппарата, будет огромное количество. Я уверен, что каждый из вас может вспомнить те моменты, когда вы не ожидали, но вдруг близкие вам люди сделали что-то, что принесло вам колоссальное удовольствие, удовлетворение от того маленького момента, с которым вы столкнулись. Да, Юля? Да, коллеги также предлагают просто говорить спасибо и поговорить о нем самом, и спросить про него. Да, это очень важно. Спасибо большое. Дальше движемся. Вот, как я уже вам сказал, я когда-то проводил очень много бизнес-завтраков. Как ни странно, знаете, это прекрасный способ. А, даже если вы сейчас не являетесь руководителем, возможно, у вас есть серьезные карьерные амбиции. Или вы просто хотите расширить круг своего внимания. Перед работой вы можете пригласить интересных вам людей позавтракать с кем-то, пообщаться. А если вы когда-то станете руководителем, вы можете приглашать на завтрак кого-нибудь из тех людей, с которыми вы общаетесь. Вполне возможно, что руководители это тоже бы взяли на заметку и могли бы это делать. Очень важный момент, когда, вот, насколько я знаю, вот в банке открытия я дружу с Надьей Черкасовой, и у нее тоже огромное подразделение, оно занимается малым и средним бизнесом, и она специально, вот когда приезжают филиалы, выбирает нескольких людей, с которыми она просто завтракает. Представляете, зампред, да, общается с тобой лично за завтраком, кофе, интересуется тобой, спрашивает, как у вас дела, спрашивает, что у вас происходит. Вот это личное общение, это и есть та самая сильнейшая мотивация. Сколько стоит стоимость кофе, да, там 0 рублей, да. Ты покушал, потому что ты сам поел, сам покормил другого человека, но человеку стало очень приятно. Это отличный способ, во-первых, быть в нетворкинге, расширять свою сферу влияния, во-вторых, благодарить других людей за общение, и, в-третьих, поддерживать их материальную мотивацию. Ну, как мы уже сказали, прекрасно, это спасибо. За что и кого сегодня, вот вы бы могли сказать спасибо. Подумайте об этом, и вот как вернемся с нашего мастер-класса, и вы как-то начнете всем говорить спасибо, скажете, что же такое-то, где вы были там, что наслушались-то. Вот видите, как замечательно. Так, очень важный момент, здесь больше оценены к руководителям. Письмо сотрудникам. Написать письмо о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете, чтобы люди были в курсе. Я знаю двух великих руководителей, в хорошем смысле этого слова. Это был Евгений Чичваркин, который в свое время писал в МТ, в Евросети, письма, но они были, знаете, очень такие, хардового содержания. И как только Герман Греф пришел в Сбербанк, он тоже писал письма еженедельно. И эти письма все распечатывали, несли домой, показывали своим близким, вот в какой компании мы работаем. Уверен, что, возможно, какие-то такие элементы вы тоже можете использовать. Но здесь вопрос. Если бы вы были руководителем, о чем вы бы могли написать своим коллегам или что бы вы могли рассказать своим людям, которые занимаются одной работой, над чем вы трудитесь все вместе. Это очень важно как раз все вместе. Когда-то мне повезло, я был в компании Запас. Может быть вы слышали, что это компания, которая является лучшей в мире по сервису. Так вот у них, представляете, нет офисных, ну в смысле офис, только каждый офис, каждый коридор там назван в свою честь. Здесь там улица пиратов, тут звездные войны. И причем у них достаточно свободная манера одежды, они одеваются соответственно, как в костюме джедая идет или что-то еще. Это никаким образом не влияет, наоборот, помогает им быть эффективными, помогает им быть успешными для того, чтобы двигаться вперед. Так, что у нас дальше? Давайте посмотрим. В общем, очень важный момент всегда, что в личных отношениях, что в профессиональных, знать, что ты ждешь от той стороны и что они ждут от тебя. Именно для этого здесь...